Итак, я хотел сегодняшний выпуск начать с другого, начал его вообще записывать вчера и потом посмотрел, что там на монтаже получается. Всё очень разрозненное, все эти поиски, вся ерунда. И как правило, всё, что было найдено, было найдено уже, знаете, как бы, запись включалась после того, как я уже что-то нашёл и получил. Соответственно, по большому счёту, в этом никакого смысла и нет. Единственное, что, как я и сказал, что мы с вами достанем, сейчас покажу что, вот этот глаз, потерянный, я так его и не нашёл, я посмотрел на несколько шахт, я так не смог найти его, я его достал из креатива. Сразу говорю, сорян, но сил просто больше нет искать, не хочу. Но, в принципе, даже в Дискорде у разработчика я искал информацию, и сам разработчик, и другие люди пишут, что найти не выходит. Я, кстати, очень-очень сильно удивлён разработчику, то, что он не добавил вот этот глаз, пиратский чёрный глаз, не добавил вот в эти корабли. То есть он сделал квест, где тебе нужно найти Кракена, прийти к Кракену, упить его. Рядом с Кракеном будет вот этот вот корабль, где огромное количество сундуков, огромное количество всякого разного лута, и я очень удивлён, что он добавил разработчик в сундуки, там где вот как раз с картами сокровищ, а не сюда, потому что это было бы гораздо логичнее. То есть ты босса убиваешь, и глаз таким образом получаешь. Но нет, в этих кораблях как раз их нету. Мне нужно найти один последний глаз, а именно с Гуардина, Элдер Гуардина. Находятся они, сами понимаете, вот в таких вот как раз структурах, этих подводных храмах, и первый раз, когда я их забивал, я их забивал при помощи меча, который убирает весь лут, и из-за этого, видимо, глаза не получил. Давайте сейчас быстренько попытаемся выбить с него. Я надеюсь, что повезёт. Да, всё, с него падает этот глаз, это что такое? Элдер Ай? Гуардин Ай? Элдер? Что? А, это апгрейд Акватик, это совершенно другое, это просто его глаз, глаз древнего. И если я всё правильно понимаю, то разработчик этой сборки не ожидал, что лут из одной модификации будет так сильно влиять на лут из другой модификации. То есть вот этот Lost Eye, потерянный глаз, просто невозможно найти. Не знаю, может быть есть шанс, самый-самый какой-то мизерный, там, может быть, меньше процента или сколько, потому что я смотрел, я лично 6 шахт осмотрел. Люди пишут тоже в Дискорде, что они очень много осмотрели, и сам разработчик пишет, что он тоже не может найти. И из-за этого, типа, он будет добавлять задание, я так говорил в прошлом выпуске, в конце, он будет добавлять задание, которое будет добавлять этот глаз. Но пока он там его добавит, я так понимаю, что, как называется модификация? Dungeon Gears, то есть обмундирование подземелья, так вот можно перевести на русский язык. Именно эта модификация повлияла на сборку, потому что она добавляет очень много своего лута в сундуки. Соответственно, очень сложно найти в закопанных сокровищах, в сундуках сокровищ. Плюс аутпосты, аутпосты этих самых рейдеров. Это такая башенка, ну, стандартная, я думаю, вы представляете, как они выглядят. Мы с вами находили несколько башен здесь. Я просто сейчас на карте покажу, как это выглядит, чтобы можно было ориентироваться. То есть дом у нас с вами вот тут вот находится, спокойно. Карта немножко лагает, вот. На Ксайра мэп, который установлен по умолчанию, башня выглядит вот так вот. То есть это обычная двухэтажная башенка разбойников. На втором этаже как раз лежит необходимый глаз. Плюс последний глаз с этих защитников, кстати, это вы подсказали в комментариях, потому что что-то я, честно говоря, тупанул и никак не мог допереть, откуда она берется. Карта сокровищ можно находить с затонувших кораблей. То есть проверяешь затонувшие корабли. Здесь в бочках нет, в сундуках. Да, повезло. Вот еще одна как раз карта сокровищ. И дальше уже, собственно говоря, можно найти необходимые тебе как раз глаза. А так у тебя вот эта модификация Dungeons & Gears очень сильно влияет на лут. Кстати, что это сейчас такое было? Ну-ка. Нет, не доплыли. Вот, она очень сильно влияет на лут. И из-за этого шанса найти глаза очень-очень маленькие. Но они, в принципе, есть. Я думаю, что, скорее всего, и в шахтах можно все-таки получить. Просто нужно прям очень много шахт обойти. Либо тебе просто должно повезти. Вот и все. Ну, в общем, все предыдущие выпуски я реально получал удовольствие, пока не наткнулся на эту дурацкую проблему с глазами. Но это просто уже, честно говоря, косяк сборки. То есть это нужно менять. Я ему об этом напишу обязательно в Дискорде. Он мне вообще писал, что он видел мои видео. Но просто, естественно, мои видео на русском. Он говорит по-английски. Ему сложно понимать. Даже вот с этими субтитрами, которые автоматически делают YouTube. Они далеко не всегда правильные. Эти автоматические субтитры часто YouTube создают очень-очень плохо. Ну и, кстати, по поводу еще двоих мобов. А именно, Нага из модификации Greek Fantasy, если не ошибаюсь, она. Или Mozy Mops. Может быть, Mozy Mops. Нет, Mozy Mops точно. Нага должна спауниться вот на таких горах рядом с морем. То есть, ну или там скалы рядом с морем. Что-то типа того. Соответственно, ни одной Наги за все выживание не было. И также за все выживание не было ни одного подземного вот этого железного воина. Фишка в том, что я даже создал мир. То есть, создал дубликат мира. Включил креатив. И начал искать этих мобов при помощи команды Locate. Ну, есть такая команда, которая позволяет найти месторасположение. Дает тебе координаты. И нифига. То есть, она дает координаты, где они должны быть. Приходишь туда, там ничего нет. То есть, какие-то модификации конфликтуют, видимо. И ты просто не можешь их найти. Что, на самом деле, очень досадно. Потому что вот этот вот железный босс. Он очень прикольный. И у него только одна вот как бы слабая часть в его теле. А именно, в спине торчит меч алмазный. Ему нужно бить вот этот меч. Когда он наносит удар такой сверху вниз. У него топор застревает в земле. И только после этого ему можно нанести урон. Все остальное время он неуязвим. В общем, на этом предисловие заканчиваем. Отправляемся искать крепость. Досадно, что вот это все вот так вот происходит. Что поделать. Очень редко бывают сборки, которые, так скажем, идеальные. Ну, то есть, есть сборки, которые идеальные. Но они старые. Их уже все прошли. Они не так интересны. Эта же сборка, наоборот, она новая. Только недавно созданная. И поэтому так интересно было не играть. Но всегда, когда сборка новенькая, еще не обкатанная. В ней частенько встречаются какие-то баги, глюги, недоработки. Чего-то невозможно достать. Соответственно, потом игроки в качестве тестеров выступают. Начинают писать разработчикам. Разработчики начинают это фиксить. И через какой-то промежуток времени. Там, может быть, через полгода после выхода сборки. Его уже доводят до ума. И таким образом она становится играбельной. И ее становится возможно пройти. Но я об этом обязательно разработчику напишу. Скажу, что такие вот фишки здесь присутствуют. И нужно было бы их, честно говоря, поменять. Нужно было бы добавить боссов или еще что-то. Откуда гарантированно падают вот эти глаза. Потому что, ну уж слишком много рандома. Слишком долго искать приходится. Это просто неинтересно. В общем, я этого волшебства совершенно не понимаю. Я вышел отсюда. И у меня как раз глаза вели в эту сторону. Я пришел сюда. Они меня повели сюда. Потом сюда. И вот здесь опять повернули. И начали вести сюда. Это как так? То есть, сейчас вот. Здесь уходит под землю. Я просто не понимаю. Почему именно вот так вот как-то полукругом привело. И как это сделано. Как они этого добились. Но это на самом деле забавно. Стоп. Это что такое? А-а-а. Это типа здесь можно потоп таким образом устроить. Прикольно. Ладно, проехали. Давайте попытаемся выбираться отсюда. А внутри, по идее, там ведра с водой. Да. Все правильно. Ну-ка. Так, здесь ничего. Ребятки, привет. В общем, мы с вами здесь должны найти головоломку, которая позволит нам пройти, естественно, к телепорту. Плюс все это сделано в виде лабиринта. Ну, это всегда в виде лабиринта сделано. Это нормально. Так, я тут нашел, что нужно сделать. Господи, это на самом деле заняло безумно много времени. Но пришлось немножко подсказкой воспользоваться. Смотрите. Здесь у меня открылась дверь. Я тут еще немножко покопал. Посмотрите, что у меня есть. Ну, здесь просто эти самые блоки. А далее там кнопка. Вот. Далее я сюда принес диск. Вставил его. Здесь раньше была стена. Система ее убрала отсюда. И здесь был вот такой вот как раз вот рычаг. Соответственно, я его нажал. Открылась здесь стена. Здесь у нас с вами следующая фигня. Давайте отключим музыку. Тут мы с вами должны сделать следующее. У нас есть блок. И я так понимаю, что мы должны его переставить. Хм. А, все понятно. У нас же с вами эти липки. Спокойно. Один раз. Так, так, так. Подожди, подожди. Я понял. Это фигня. Это фигня. Затащили. Ха. Забавно. Как мне его вот сюда поставить? Что за звук? Это где-то за стеной, видимо. То есть. Ну-ка, подожди. А что если... Как-нибудь вот так вот. Раз. Два. А, я понял, что нужно делать. Смотри. Вот этот сюда. Да-да-да-да-да-да-да. Все, я понял. Хорошо. Этот сюда. Этот выдвигаем. Он его притягивает. Но. Ты должен притащить его обратно. Цепляешь? Нет. А хорошо, вот так вот. Блин, слушайте. Это очень круто. Какие молодцы. А, я все понял. Смотри. Выдвигаем эту фигню. Выдвигаем. А, черт. Все, я понял, понял, понял. Есть, успел. Успел. Хорошо. Следующее, что у нас. А-а-а. Блин. Вот этой фигни здесь быть не должно. А я могу его забрать оттуда. Смотри, вот таким образом. Раз. И затащил его обратно. Все правильно, да. Теперь. Ты подвигаешься, да? Окей. Ты отодвигаешь его. А, нет. Ты так не отодвинешь. Нормуль. Все, я понял. Смотри, а если вот так, вот так вот. Нет, как-то странно. То есть, прямо по очереди. Я понял. Вот так вот, вот так вот. И вот так вот. Блин, не успел. А, хорошо. Мы, в принципе, можем сейчас столкнуть еще раз. Вот эту фигню. И вот эту фигню. Все? Да, все нормально. И теперь вот здесь вот. Все хорошо. Жестко, блин. Есть, отлично. Теперь это здесь находится. Следующий момент не очень понятный. Здесь стоит наблюдатель. Он следит за изменением блока. То есть. Но наблюдатель сработал. И здесь проход открылся. То есть, мне нужно просто довести до наблюдателя. Окей, понял. Как странно. А, хорошо. Я понял, что здесь нужно сделать. Давай. Во! Вот это да. Стоп. Я тут немножечко решил капнуть. Воу. Я нашел портал. Все, я понял. А я там стою, блин. Ну, вообще, по идее, это должно как-то сработать. То есть, блок должен сдвинуться. У меня просто не получалось. Ладно, хорошо. Я решил капнуть и все сработало. Окей. Так. Это снизу у нас. Здесь. Воу, воу, воу. Спокойно, спокойно. Ты кто? А, эндермит. Господи. Здесь вроде должен быть спаунер. Но он развалился. Здесь явно был взрыв. И спаунер все это дело разметал. То есть, здесь были блоки, да? Скорее всего, вот так вот стояли. Вот, хорошо. Значит, нам нужно разместить везде глаза. Интересно, в какой последовательности. Да, кажется, наверное, все равно. Здесь у меня черный глаз. Ну что, нужно лететь домой, забирать глаза. Так, опыт я набил. То есть, мы можем добавить сейчас еще один как раз сюда. И где-то здесь, в самом начале. Вот. Ворм Войд. Когда мы с вами падаем Войд, то есть, Венди, нас просто отправляет на точку респауна. Нас не убивает. Это ремонтирует. Это нам не нужно. Так что ставим обязательно эту фигню. Чтобы там не отъехать. Не знаю, все ли глаза я взял. Давайте ставим Незерские. Так, ладно. Сейчас будем прям по одному расставлять. Здесь, если я все правильно понимаю, вообще все равно в какой последовательности. Главное, чтобы все глаза были. А, я ядро забыл. Молодец. Я чувствую, что чего-то одного не хватает. Я просто считал их. И мне одной штуки не хватало. И теперь понятно почему. То есть, это сюда. Спокойно. Это сюда. Это вот сюда. И вот сюда должно пойти заряженное ядро. Давайте, возвращаемся за ним. Я думаю, сразу идти или нет. Хм. Там это выглядело немножко по-другому. Ну ладно. Смотрите, у нас с вами есть сильный меч, сильный лук. Этот меч сразу убираем. Дальше. У нас с вами есть вот такой вот маяк, который будет бить сильным лучом. Помог бы. Этот тотем будет призывать железного голема. Это мы с вами все берем на всякий пожарный. Хавчик есть. Блоки. Блоки есть. Падения мы не боимся. Ничего не боимся. Еда есть. Реген есть. Пошли. А вот тебе и за энд. Я не подумал о том, что мне еще обязательно нужно поставить эту фигню. Ух. Как здесь медленно копается-то, а? Спокойно. Эндер. Таласиум. Прикольно. Это нам нужно, чтобы сделать этот самый, как его, наковальню мощную. Да и вообще оружие. Самое смешное, что вот сейчас, по большому счету, это конец сборки. То есть нет. Ну, конец прохождения сборки. Но не конец сборки, потому что там еще есть боссы в энде. Ну и плюс можно продолжать играть. Никто же это не запрещает. Но меня здесь, в этой сборке, больше всего привлекало. Я надеюсь, что они меня не видят. Очень сильно на это надеюсь. Меня в этой сборке больше всего привлекало, естественно, сама фишка с драконом. Вот и все. Дракон очень сильный, по идее. Слушайте, а почему у него так мало здоровья? Почему у него так мало здоровья-то? Но видите, у него не 100%. Убежим. У него не 100% здоровье. Фига себе, там, как будто бы крипер разорвался, да? Нас сейчас лечат те приблуды, которые лежат в кармане. Попал. Здесь регена в энде и регена в незере нету. Его здесь просто нету. Этого регена. А бутылки я не взял, чтобы собрать дыхание. Да, да и плевать. Мне это не нужно. Блин, слушай, это классно. Очень быстрый шар. Нужно быть очень аккуратным. Взорвем. Не попал. Ну же! Я попал в него, а не туда, куда нужно. Есть, попал. Мне нужно, чтобы он приземлился, честно говоря. Хорошо. Минус еще одна. Аккуратнее, аккуратнее. Супер аккуратно. Ощущение, что он криперами стреляет. Попал. Есть. Черт. Ты приземляться будешь, нет? Эндермены на меня не должны нападать, потому что у меня есть... Это мутант сзади. У меня то ли тринкет, то ли что там, когда эндермен... То есть, зачарование на шлеме у меня, точно. Когда на меня смотрит эндермен, то он на меня не будет нападать. Так что, в принципе, это можно все положить в стороночку. Так, пошли наверх. Давай! Тихо, 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 тихо. Спокойно. Так, он сам разрушил правую часть. Своим же плевком. Я могу сейчас туда попасть, наверное, нет? Спокойно. Отлично. У нас левитация. Плевать. Урона от падения нету. За это не переживаем, лечимся. Оу, не лечимся, нет, не лечимся мы здесь, мы здесь не лечимся. Здесь регенерация такая, видимо, не работает. Либо он меня ударил, я не знаю. Сложно сказать. Так, я думаю, что все-таки нужно разбить, прежде чем начнется боя, разбить все кристаллы. Скорее всего, так и есть. Бежим. По дракону, конечно, урон вообще не идет. Самое плохое, что здесь есть, то, что дракон может воскрешать свои собственные вот эти вот кристаллы. То есть, он может их генерировать по новой. Но как он это будет делать, я без понятия этого не видел. Я просто об этом, ну, как бы слышал, знаю. Тихо, 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 тихо. Уш, 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 уш. Отлично, есть. Почти умер. Сейчас, спокойно. Хорош. Давай, регенься. Отходим. Сначала все регенем, потом добиваем последний кристалл. Последний кристалл здесь. Давай пытаемся сбить. Че это такое? Че за фигня? Ух, это сейчас странно было. Воу, смотри. Его вот это вот лечит. Если стоять очень долго на одном месте, эндермиты будут появляться, точно. Эндермиты злые. Да фиг попадешь, ты по нему. Хорошо. Хорошо, есть. Добиваем, добиваем. 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 Опять цвет поменялся. Я вообще не понимаю, что происходит. Из-за отравления, что ли? Есть. Хорошо, сбили. Мне кажется, все. Его больше ничего не лечит, да? Стоп. А здесь нету его... А вон место, где он приземляется. Да. Воу, 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 воу. Какой же ты злой. Я опасный. Ладно, броня держит. Из-за того, что он не приземляется, я почти не могу в него... То есть... Я не могу в него всекать нормальный урод. Вон он, пошел приземляться. Гасим. Просто гасим его. Это сейчас было хорошо. Его лечит одна штука. Нужно попадать. Дрянь. Бежим, эндермиты. Нужно постоянно двигаться. Попал. Воу. Я прям видел, как она на меня прилетела. Хорошо. Да, блин. Сложно. Нужно есть. Отлично. Отлично. Конечно, урона по нам вообще почти не наносят. Но... Но все равно это все очень опасно. Фу. Именно поэтому разраб писал, что можно, в принципе, и не делать очень большой фейм. Самое главное, это идолон. Есть! Просто последним выстрелом, когда он на меня летел. А ведь я смог толкнуть туда куда-нибудь. И все. И привет. Воу. Ну, честно говоря, это было слишком просто. Конечно, сложновато, но все равно слишком просто. Если бы у нас не было бы такой супер зачарованной брони, мы бы с этим не справились. Офигеть. Что у нас с вами? Эндер Руда? Что из нее можно сделать? А, понял. Хорошо. Из этого можно сделать книжку End for Dummies. Выживайте в Энде. То есть, как выжить в Энде для дурачков. Понятно. Ладно. Спасибо. Ладно, заберем с вами Таласиум. Ну, то есть, таким образом. Мы освободили с вами Энд. Вот эти ребятки нас не атаковали. И если бы у нас не было с вами невидимости. Ну, то есть, очень повезло, что мы нашли этот Тринкет. Потому что я даже не понимаю, как они выпадают. По какому принципу. Это, мне кажется, какой-то рандом. Они выпадают порой, когда кого-то убиваешь. Порой, когда что-то копаешь. Что-то в Незере выпало. Что-то еще где-то. И без Тринкета на невидимость. Точнее, на шарфик на невидимость. А Тринкет делает нас полностью невидимыми. Даже если мы в броне или с оружием. Именно из-за этого на нас никто не нападает. То есть, если бы его сейчас здесь не было. Нам бы было очень весело. Прям вот серьезно. Вот эти все ребята бы на нас нападали. И они бы нам с вами доставляли просто огромнейшие проблемы. Вот еще помимо Дракона. Кстати, с Дракона вообще ничего не выпало. Но я, честно говоря, думал, что будет сложнее. Потому что я думал, что они меня будут видеть. И на самом деле разработчику, может быть, стоит убрать вот эту полную невидимость. Это потому что в какой-то момент, как только мы ее с вами нашли. Это получился как вот стопроцентный чит. То есть... Воу-воу-воу-воу-воу. Смотри-смотри-смотри. У него 750 здоровья. Представляешь? Насколько он злой и насколько он мощный. С юго-запада нападает на мою деревню. Ладно, полетели обратно. Стандартные титры. Титры-то стандартные? Да, стандартные. Все правильно. Им нужно идти защищать свою деревню. Во, все хорошо. Так вот, я тут начал строить домики уже. И если не ошибаюсь, Сталя почти построил один из домов. То есть сейчас нужно лечь поспать. Но честно говоря, как-то я раздосадован немножечко финалом. Что-то я больше его ожидал. Ну, я прекрасно понимал, что я вот сейчас вот с невидимостью завалю его на изи. Просто вот без проблем. Если бы невидимости не было, то было бы гораздо сложнее. Хотя это на самом деле очень редкие тринки. То есть, вот видите, вот этот вот призрак. Ты становишься невидимым абсолютно для всех, даже для игроков. И они могут тебя увидеть, даже если у тебя есть броня. Или ты держишь какие-то предметы. То есть, и вот это самый редкий, на самом деле. Один из самых редких. Ну, там, стеклянный. То есть, это то, что можно проходить через паутины, ломать ее. Тоже редкий. Например, кинжал, который дает высасывание за жизни. То есть, вампиризм. Он элитный, да? То есть, он меньше. Здесь мастер. Здесь вообще обычный с крипером, да? Дальше что у нас? Это синий. Ну, то есть, видите, у меня это действительно самый редкий. Возможно, что его очень сложно найти. Мне просто, может быть, повезло. Вот, серьезно. Вот, но... Я даже не знаю. Но мне кажется, что вот именно его быть не должно. Потому что это уж совсем какой-то чит. И слишком-слишком просто. Нас бы вот эти вот все монстры бы гоняли по этому гребаному энду вообще бы без конца. Грифонов из Ice and Fire я так и не нашел. Эмфизеры исчезли. Их просто нету. Это тоже летающие драконы. Из Веримруста я посмотрел остальных драконов. Но, по большому счету, более полезных, чем наши, которые у нас были. Красные, королевские. Их просто тоже нету. Соответственно, мы с вами прошли сборку, я думаю, где-то процентов на 80. Кроме животных. Да, я озвучивал, что хочу построить зоопарк. Но потом понял, что когда начал заниматься, естественно, Майн Колонис. Понял, что Майн Колонис съедает какое-то просто безумнейшее количество времени. И мы с вами вышли на 600 дней. То есть, 598 дней. То есть, еще парочку дней. У нас с вами будет 600. Естественно, там еще талии нужно достроить. Я сейчас даже не знаю, есть ли смысл вот этим всем заниматься. То есть, строить еще дома. Потому что это нам ничего не даст. Ну да, это разблокирует драконию броню. Но она нам просто не нужна. Вот эта броня, которая у нас с вами есть. Зачарованная при помощи идолона. Дает достаточно защиты, чтобы убить любого босса здесь. Включим с вами креатив на секундочку. Для того, чтобы просто подняться над нашим поселением. И посмотреть на него сверху. Потому что единственное, что мы с вами не сделали. Это не выстрелили пятого строителя. Не выстрелили пятый таунхолл. Но по большому счету, нам сейчас с вами этого не нужно. Плюс Валхелси. Я помню этого делал. Помню, мне писали. У меня уже постоянно пишут, что продолжу Валхелсию. Честно говоря, не хочу продолжать Валхелсию. По той причине, что мы сейчас здесь с вами. Именно в плане Майн Колони. Сделали гораздо больше, чем там. То есть, у нас есть функционирующая больница, которая всех лечит. Естественно, повар, который готовит. У нас для повара работает наша ферма. Естественно, притаскивает туда картоху. Там сейчас я уже даже остановил этот процесс. Потому что у нас с вами такое количество картохи. И что это уже на самом деле хватит до конца выживания. Опять же, дома. Дома вот эти дополнительные. Я думаю, что они абсолютно не нужны. То есть, 10 домов. Это 4, 5, может быть 6 часов строительства. Которые дадут нам дополнительные 25 жителей. Это будет 50 и Фейм 4. То есть, Фейм 4 нам даст драконе железную броню. Все. Единственное, что мы с вами не нашли. Что я прям очень хотел найти. Я очень долго искал. И это вот тоже вот. Я начал говорить, что 19 выпусков было чисто удовольствие. А потом, на самом деле, последние 2 или 3 выпуска. Я очень от них устал. Вот от этих 3 выпусков. Потому что на протяжении этих 3 выпусков. Я только делал, что что-то летал. Искал, летал, искал. Я даже не строил. Не сражался. Не прокачивался. Не исследовал что-то. Я просто искал гребаные глаза. Искал боссов. И понимаете, когда ты по 5 часов просто ищешь. Начинает надоедать. И не можешь найти. Или, например, открываешь сундук за сундуком. А из него не выпадают в шахтах. А из них не выпадают глаза. Тебя это просто начинает бесить. Так вот. А креативный режим я хотел включить для другого. Давайте еще раз. Как там? Вроу. Вот эту фигню, да. Взять яйцо спауна тебя и Нага. И взять яйцо спауна Наги. Потому что их я найти никак не могу. Я не понимаю, где они. Я даже пересоздал этот мир отдельно. Включил там креативный режим. И попытался их найти при помощи команды Локейт. И нифига я их не мог найти. То есть давались координаты вот этого родната. И, ну, координаты есть. Я туда прихожу, а его там нету. То есть мне кажется, это именно вот разработчик сборки немножечко перестарался. В том плане, что слишком много всяких биомов, подземных структур и прочего, прочего, прочего. Возможно, что-то конфликт... Ну, вызвало конфликт. И вот этот вот товарищ не появился. Его не было. Кстати, сейчас он меня не видит. Я не знаю, будет ли он меня вообще атаковать. Стоп. Но наша задача... Ударить ему вот сюда. Угу. Значит, ты меня атаковать так не будешь. Ладно, мы сейчас снимем шарфик. Мы сейчас снимем шарфик. Ну, проснешься, нет? Эй! Эй, я тут. Night Vision. Да, он проснулся, отлично. Фишка в том, что нельзя пропускать его удары. У меня, конечно, есть тотем бессмертия, но удары пропускать нельзя. Если я буду его пытаться ударить, это ничего не даст. То есть вот так вот он абсолютно не уязвим. Слишком сильная броня. Ага. Нам нужно дождаться одного единственного удара. Не этого. Нормуль. Вот этот удар. Теперь мы идем со спины и бьем, мол, именно в меч. Легенда... Забита. Получаем с него топор и получаем с него шлем. В чем фишка этого топора и шлема? Они не ломающиеся. Просто шикарные. И у нас с вами нага. Еще была не убита нага. Вот 5 и 6 у нас с вами было забито. Я-яй. Тихо. Нага злая. Ну давай, атаку еще раз. Я думаю, что я собью его в один удар. Ну. Я же сказал, что я собью его в один удар. Ну-ка повторим. Потому что, может быть, из-за того, что мы были далеко, из-за этого не засчиталось. Да, все правильно. Из-за того, что мы были далеко, это не засчиталось. Сейчас мы с вами забили 6 и 6. Что нам это даст? Ну. Фейм получаем. И разблокировали с вами. Мы получили плюс 4 фейм. Ты видишь, вот просто из-за того, что они здесь. Вот как получается 4 фейм. Не через жителей, а через убийство вот этих вот боссов. Ну или просто он дает плюс 1 фейм, как вариант. То есть вот эти вот ачивки дают плюс 1 фейм. Я просто безумное количество времени провел в поисках этих гадов. Я уже на самом деле, вот именно они меня выморозили больше всего. Даже уже не глаза. Потому что глаза можно было бы заспаунить там. И действительно, ну то есть. Это не принципиально. А вот именно боссы, найти боссов, где они спаунятся, мне казалось вот самым-самым важным. Есть одна маленькая крошечная проблема с этим. Ой, что-то я фигово построился. Ну-ка. Да, вот так вот, хорошо. Одна маленькая крошечная проблема с этой плавилкой, то что слитки делаются прям очень медленно. Дядь, ты иди отсюда, надоел уже. Так вот. Блин, стоп. Итак, мы с вами, если не ошибаюсь, закидываем сюда это добро, это добро. А, ну и все. То есть, тут даже его ближе не нужно подводить. Он сам все делает. Красота. Слушай, а если я подойду, меня будет сжечь? Нет? Не, меня не жгет. Да, вот это вот на самом деле самая большая проблема, что один слиток делается довольно-таки долго. То есть, как понимаете, чтобы сделать 24 слитка на полную броню, нужно очень много времени. Я сейчас просто хочу сделать два слитка, сделать себе, естественно, меч. Я просто даже не знаю, на ком его можно протестировать, чтобы увидеть реальный урон. Потому что вот этот меч из драконьей стали, он гораздо сильнее. Ну что ж, очередное достижение есть. Пойдемте сделаем себе мечик. Я просто не вижу уже смысла на самом деле что-то дальше здесь делать. Честное слово, сорян. Ну просто, я даже не знаю, что здесь еще можно сделать. Построить 10 домов и все. Стоп. А, нет, нам косточку нужна, да, действительно. То есть, мы с вами, если не ошибаюсь, используем слитки и вот эти визард-кости. Так вот, урон здесь 25, 1,6 атаки, а здесь 9,5. То есть, если бы можно было бы вот как-нибудь вот так вот сделать и перекинуть сюда зачарование, было бы просто шикарно. Но так как этого сделать нельзя, драконьика Валюшина у нас с вами достижение. Я, кстати, сто лет с драконьей Валюшиной не играл. Ну, модификация такая, я думаю, что многие ее знают. Так вот, у нас с вами где-то были души. Где они? Может они тут как раз внутри лежат, нет? Нет, здесь они не лежат. Да, все души из Эдолона я потратил. Досадно. То есть, мне нужно сейчас по новой фармить души, чтобы можно было его зачаровать. Но вот, при помощи этого меча, я думаю, мы бы с вами еще быстрее завалили дракона. Самое главное, что он у нас, в принципе, появился. Здесь эта броня и это оружие не нужно. В общем, еще одна сборочка пройдена. Здесь осталось несколько боссов, которых мы с вами не забили. Ну, таких мини-боссов. Но они абсолютно ни на что не влияют. Они не являются составляющей, важной составляющей этой сборки. Это просто мини-боссы и все, которые можно найти в любом другом моде. В общем, я лично доволен тем, что мы с вами сделали Майн Колонис. Мы настроили автопроизводство. Я практически не помогал в строительстве вот этого первого уровня дома. Так, может быть, пару вещей туда просто выдал и все. Дальше мы с вами сделали... Зачарователи посмотрели, что это такое. У меня появилось рекордно большое количество поселенцев. То есть, сейчас их там получается 28, если не ошибаюсь. Все, что закладывал сюда разработчик, всю прогрессию, которая здесь была, мы с вами выполнили. И прошли все основные составляющие. На этом пока что все. В понедельник должна выйти новая сборка от этого разработчика. Я, честно говоря, хочу доделать 200 дней в хардкорном выживании с RTX и поставить на этом точку с тем выживанием 200 днями и начать новую уже в Java версии. Потому что то было сделано на Windows версии, там, Bedrock версии, как это называется, не ошибаюсь, да? И мне она не очень понравилась, честно говоря. Мне гораздо больше нравятся Java версии. Я бы хотел поделать вот такие челленджи 100 дней с модификациями, но на Java. И вот именно, да, в сборках, в интересных сборках, например, Rebirth of the Night. 100 дней на хардкоре в Rebirth of the Night. Я думаю, это будет жестко. Но на это пока что все. Если понравилось, пожалуйста, поставьте лайк, не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски, новые сборки. Удачи, друзья, пока. Увидимся в будущих выпусках. Продолжение следует...